Сегодня очень знаменательный день. 9 лет назад, 14 апреля 2014 года, была официально начата антитеррористическая операция на востоке Украины, которая потом переросла в операцию объединенных сил, ООС, так называемая. Ну а сегодня, трудно сказать, у нас по факту война, юридически у нас военное положение с правом, законодательным правом вооруженным силам Украины или силам обороны Украины вести боевые действия в условиях военного положения. Как это назовут юристы, ну очень трудно сказать, дождемся результата. Но пока ситуация вот такая вот. И в этой войне, видите, очень много камней претеновения для наших оккупантов. В частности, такой камень стал город Бахмут, который держится уже сколько месяцев и не сдается. И несмотря на то, что в очередной раз по Бахмуту применили зажигательные боеприпасы, устроили там огненный дождь или огненный ливень, я бы так даже сказал. Но тут, как всегда скажу, не дождетесь. Стоит Бахмут как крепость, как скала и держится. Ситуация очень тяжелая, но тем не менее город сражается, город обороняется. Но обо всем сегодня по порядку. Итак, в течение суток противник нанес 19 ударов, авиаударов, 39 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Ракетных ударов за прошедшие сутки не зафиксировано. Вероятность таких ударов остается очень высокой. Никто со стороны Российской Федерации не отказался от планов по захвату нашей территории. Несмотря на потери как в технике, так и в личном составе. Основные усилия наступательных действий Российская Федерация или оккупанты сосредотачивают на четырех направлениях. Лиман, Бахмут, Авдеев, Комаренко. Здесь ничего не меняется. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку. Я уже сказал, что Бахмут опять пытались сжечь зажигательными боеприпасами. Но благодаря нашим силам обороны Украины за прошедшие сутки на всей линии фронта было отбито 49 вражеских атак. Практически на этом участке. На остальных участках или оперативных направлениях фронта активных боевых действий противник не ведет. Тем более наступательных действий он не ведет. Только на этих четырех оперативных направлениях. По оперативным направлениям. Север у нас Волынь, Полесье, Севершина и Слобожанщина. Здесь никаких существенных изменений в оперативной обстановке нет. На Севершине и Слобожанщине продолжаются обстрелы нашей территории. За эти сутки пострадали все три области, которые граничат с Российской Федерацией. Сумская, Черниговская и Харьковская. Единственное, надо отметить изменение, это то, что в Курской и Белгородской областях Российская Федерация приступила к интенсивному строительству инженерных сооружений. В плане оборонительных линий. Они делают то же самое, делают у Крепрайон. В Белгородской области они уже давно этим занимаются. А вот сейчас, точнее в Брянской они уже давно строили. Но вот они сейчас начали в Курской и Белгородской. Там везут целые колонны грузовиков, везут бетонные блоки, везут бетонные доты, уже отлитые. Это то, что мы с вами видели, они везли на Херсон. И они все это вкапывают в землю, делают линии обороны. Я так понимаю, будут готовить, ну пока что там войск очень мало. Мы не видим там сосредоточения или увеличения количества этих войск. Но тем не менее, фронт инженерных работ развернут довольно большой и довольно объемный. Посмотрим, что они там сотворят. Но в связи с тем, что Украина, мы не планируем захватывать чужие территории. Нам дай бог вернуть свое и защитить его. А чужие нам не нужны. Но они пусть обороняются. Видимо, железный занавес будет опускаться. Но он уже опускается с огромной скоростью. И еще и будет подкрепляться вот такими рубежами, укрепрайонами. Вдоль, наверное, всей границы Украины. Российско-украинской границы. Далее, Кубенско-Лиманское направление. Здесь продолжаются локальные бои вдоль всей линии боевого соприкосновения. Артобстрелы с обоих сторон. Враг продолжает вести наступательные действия в Серебрянском лесничестве, в лесах, в районе Кременной. Это единственное место на этих двух оперативных направлениях, где противник ведет наступательные действия. На всем остальном просто идут позиционные бои. Бахмут. Здесь продолжаются наступательные операции со стороны противника. Тяжелые бои за город продолжаются. За прошедшие сутки, вот я уже сказал, применили зажигательные боеприпасы. Враг продолжает давление в сторону железной дороги. Пытаются выйти на железнодорожные пути. Идут бои за вокзал. Но успеха в штурмовых действиях за прошедшие сутки противника не отмечено. Единственный успех, где был отмечен, это в телеграм-каналах российских пропагандистов. Там они уже все давно взяли. А на самом деле бои идут очень ожесточенные. И не за прошедшие сутки внутри города продвижений со стороны российских войск нет. Мы удерживаем те позиции, которые были еще позавчера. Также было несколько попыток со стороны московитов. Было несколько попыток улучшить свое тактическое положение у Белогоровки. Безуспешно. Противник попытался атаковать в окрестностях Богдановки и Предтечи. Тоже безуспешно. Так что положение в Бахмуте хоть и тяжелое, но за прошедшие сутки в городе и на оперативном направлении Бахмута существенных изменений не произошло. Противник успеха не имел нигде, ни на одном участке этого фронта. Несмотря на то, что они там все усилили, усугубили, увеличили, привезли резервы, ну, зажигалки применили, но это не повлияло на ситуацию на фронте. Авдеевка. Авдеевка-Маренко. Здесь противник подтягивает резервы и пытается закрепиться на трассе к западу от Новобахмутовки. Вот здесь продолжаются бои в Первомайском и в Маренке. То же самое отмечаем, что за прошедшие сутки противник успеха не имел. Возле Углидара... Возле Углидара московиты пытаются возобновить штурмовые действия. Они свозят туда личный состав и пытаются сформировать какое-то ударное подразделение, но на пока все это выглядит, ну, будем так говорить, сыро и непонятно. И на сегодняшний день никаких наступательных действий, они, или штурмовых действий в районе Углидара пока не проводят. Только формируются и пытаются начать, готовятся к штурмовым действиям. Шахтерское направление. Здесь все без изменений. В позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами. Запорожско-Херсонское направление. Тут противник продолжает оборонительный характер действий и строит укрепления, строит линии обороны. Идут артиллерийские дуэли, особенно на Херсонском направлении, через Днепр. Продолжают обстреливать наши города и населенные пункты. Мы отвечаем, пытаемся вести контрбатарейную борьбу и предотвратить или не допускать огонь артиллерии противника по нашим населенным пунктам. Насколько это получается, ну, довольно тяжело. Я уже объяснивал. Но, тем не менее, наша артиллерия старается. Ну, как вывод за прошедшие сутки, можно сделать по оперативным направлениям следующий, что глобальные изменения за сутки не зафиксированы. Окупанты продолжают постепенное и бесперебойное привлечение резервов на многих участках фронта. То есть, они везут сюда резервы. Самая тяжелая ситуация сейчас в Бахмуте, в Кременной, в лесах, возле Кременной. И на северном фланге Авдеевского выступа. В Маринке стабильно тяжелая ситуация. Там идут ожесточенные бои. Вот такой вот вывод можно сделать в общем по обстановке на всех оперативных направлениях. Также по оккупированной территории. Здесь Российская Федерация делает упор, ну я уже говорил, и это все подтверждается. В плане того, что они там пытаются оформить Российскую Федерацию. Именно оформить. Вот этим вот принуждением к паспортизации. Заставляет людей перерегистрировать, сейчас уже добрались до машин. Заставляет перерегистрировать свои транспортные средства по российским правилам на российские номера. И это требует от владельцев автомобилей, требует российского паспорта. Иначе они не перерегистрируют машину. Также мероприятие по ускорению выдачи российских паспортов. Департамент миграционной службы Российской Федерации, как сообщается, работает 7 дней в неделю. То есть без выходных. Приоритет отдается госслужащим и военнослужащим. Особенно вот этих мобилизованных, которых понабирали на ранее оккупированных территориях. Вот им отдается приоритет. Их в первую очередь заставляют получать паспорта. Ну в принципе, мобилизованных, я бы сказал так, что те, кто хочет, уже опоздавались в плен. Видимо, остался костяк, который готов предать или предал Украину и воюет на стороне Российской Федерации. Поэтому они, может быть, по ускоренной процедуре паспорта и получают. Понимая, что с оружием в руках они уже совершили уголовное преступление, которое будет покарано согласно украинскому законодательству. Ну и, конечно же, в завершении военной обстановки, в качестве итога за прошедшие сутки, мы говорим с вами о урожае, который собрали силы обороны Украины. А именно за прошедшие сутки, по данным нашего генерального штаба, силы обороны Украины уничтожили до 500 человек личного состава. Это батальон, 4 танка, 16 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 3 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Вот такой вот урожай. Еще минус один батальон из состава вооруженных сил Российской Федерации, из состава оккупационных войск. На этом военную часть мы закончим.